Перейдем к дорожной ситуации в Адыгее. В период с 1 по 9 января 2022 года в республике зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых двое погибли, 6 получили различные телесные повреждения. К сожалению, в последний день уходящего 2021 года в Теучешском районе произошла особо тяжкая авария, которая унесла жизни четверых человек. ДТП случилось 31 декабря около 8 часов 20 минут на 43-м километре федеральной автодороги А-160 в Теучешском районе. По предварительным данным, 23-летний житель Краснодарского края, управляя автомобилем «Лада Приоры», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2109, за рулем которого находился 33-летний житель Теучешского района. После этого неуправляемая «Лада» врезалась в газ. В результате аварии погибли три человека – мужчина и женщина в возрасте 22 лет, а также 7-летняя девочка, проживавшие в Краснодарском крае. Позже в реанимационном отделении больницы в городе Адыгейске скончалась и 25-летняя женщина. На момент аварии все они находились в салоне «Лады Приоры». Травмы различной степени тяжести получили всего 7 человек – водители и пассажиры трех машин, в том числе годовалый мальчик. Все они – жители Адыгеи и Краснодарского края в возрасте от 33 до 62 лет. 1 января 2022 года около 19 часов в дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопа поступила информация о том, что на пересечении улиц Димитрова и 3-го интернационала произошло ДТП. Установлено, что 24-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Приора», допустил наезд на 44-летнюю майкопчанку. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. 3 января текущего года в темное время суток в Майкопском районе на участке автодороги Тульский-Садовый 43-летний житель Ростовской области, управляя иномаркой, допустил наезд на 33-летнего велосипедиста, жителя Республики Крым. Предварительно установлено, что наезд произошел в тот момент, когда автомобиль совершал обгон. В результате происшествия мужчина, управлявший велосипедом, скончался на месте.